можете кратко рассказать как вы оказались в колонии прям совершенно тезисно сколько лет вы получили сколько в итоге вы там провели оказался в колонии я за 4 административных дел я вышел в поддержку азата мифтахова я вышел в поддержку ребят из новой величии сети я вышел в поддержку гулунова и потом я вышел когда были протесты за честный выбор московскую городскую думу август девятнадцатого года и вот это послужило основанием привлечения меня к уголовной ответственности это статья 212 прим 1 неоднократное нарушение установлено порядка проведения митинга шествия бикетирований я по ней получил сначала четыре года потом мой приговор был отмененный я получил полтора года то есть все время мой окончательный срок полтора года и он закончился 16 декабря 2020 года я вышел на свободу вы помните день когда вы приехали в эту колонию вот ваше ощущение что вы там увидели куда вы в самом начале попали ну с наверное ощущение интересно начались даже не в колонии а в городе владимире то есть обычно из москвы тебя привозят в владимир там будет некоторое время находишься в изоляторе владимирском только потом тебя отправляет в город покров исправительную колонию и в момент прибытия ты приезжаешь на поезде на столыпи так называемую ты выходишь и тебя сразу встречает владимирский конвой ты садишься на корточки тебя наручниками пристегивает к тросу рядом с тобой пристегиваю другого заключенного и вот в таком положении вы находитесь некоторое время то есть там на месте ты должен не стоять а приседать то есть с этого момента с этого такого вот унизительного положения начинается твое знакомство с владимирской областью а в покрове ну первое впечатление это как раз ты приезжаешь входишь в эту колонию сразу шмон то есть досматривать все твои вещи ты снимаешь всю свою одежду стоишь голом и тебе выдают форменную одежду которая принята для осужденных то есть сразу лишаешься какой-то последние оставшиеся частички свободы в обычных изоляторах можно ходить в любой одежде а в колонии так нельзя там именно специальная одежда с со специальной маркировкой с белыми полосами ты ее одеваешь дальше тебя стригут на лоса и после этого ты проходишь такой унизительный обряд инициации тебе сотрудник дает в руки метлу заставлять тебя мести там асфальт перед собой и говорить при этом что ты не поддерживаешь арестантский уклад и обязуешься выполнять работы по благоустройству территории все это он записывает на видеорегистратор вот с таких интересных моментов начинается покровская колония для тех людей которые действительно разделяют эти арестантские понятия это значит это такой поступок для них тяжелый с них за это могут так сказать спросить потом вот другие заключенные то есть это некоторый способ держать это человек этого человека на поводке для других это просто способ унизить на самом деле человека таким вот бессмысленным ритуалом это такой способ показать что вот мы тебе скажем что хотим а ты должен это выполнить иначе ты подвергнешься определенным санкциям первое время куда помещается человек изначально ты находишься в отряде карантин весь лагер разделен на три сектора сектор усиленного контроля сектор обычного контроля б и сектор умеренного контроля в этот карантин находится в секторе усиленного контроля а то есть это карантинный отряд он предусмотрен уголовно исполнительным кодексом то есть там в принципе осужденные находятся ну чтобы у них выявили инфекционные заболевания чтобы они адаптировались к жизни в колонии ну такой адаптационный период вк-2 он служит для других целей он служит для того чтобы подавить волю человека поставить его в такие максимально жесткие условия чтобы потом никогда не захотел возвращаться вот снова в этот отряд там происходит постоянное психологическое физическое давление как только туда приходишь ты встаешь в строй над территории прилегающему к этому отряду называется локальный сектор перед тобой выходит другой осужденный который там уже находится говорит что в этом лагере рулят козлы вы должны выполнять все наши требования то что говорим мы говорит администрация вам дальше тебе запрещают разговаривать другими осужденными тебе запрещает что ты что-то делать без того чтобы спросить вот этого осужденного ответственно осужденным он невальный называется гневальный разрешение потому что просить него разрешения хочет идти в туалет проси разрешение хочет хочешь высморкать носят проси разрешения по-другому тебе не позволяется делать дальше тебя начинают все начинается 6 утра то есть тебя поднимают ровно по распорядку дня распорядок дня он заключается в том что в 6 утра подъем ты не можешь поспать не минутой больше тебя сразу будет грубый окрик этого дневального ты вынужден быстро встать и начать одеваться тебя выгоняют в этот локальный сектор ну на территории рядом с бараком и ты слушаешь гимн россии стоя шеренгой вместе другими осужденными руки у тебя при этом должны быть за спиной ты прослушиваться гимн дальше начинается зарядка раздается над всей колонии голос записаны сотрудника и начинается ноги на ширине плеч руки на пояс начинаем наклоны туловища приседания то есть зарядка проходит тебя отводят на кухню приносит завтрак есть можно когда ты ешь ты не можешь разговаривать ты ешь свою пищу не тебе запрещают вообще озираться по странам то есть вот как робот за три или четыре минуты должен съесть то что тебе вот положили иначе там тебя на тебя кричат тебя заставляет делать быстро ты позавтракал дальше начинается режимные мероприятия опять же весь отряд встает в строй и громко кричит здравствуйте то есть есть такое правило внутреннего распорядка когда ты видишь сотрудника должен сказать здравствуйте в к2 здравствуйте не говорят здравствуйте кричат кричат всем отрядом громко и пока ты громко не крикнешь будешь кричать и десять раз и двадцать и тридцать потом тебя могут например заставить учить доклад доклад это тоже предусмотрена законом форма то есть когда к тебе обращается сотрудник должен сказать кто ты по какой статье это осужден начало этого срока конец этого срока и вот этот текст каждый осужденный заучивает даже если он плохо знает русский язык он должен зубок этот доклад вызуборить ты где-то ошибся в каком-то слове ты снова повторяешь и это делается строем при этом ты стоишь в шеренге руки за спиной ты не можешь не пошевелиться ничего сделать должен читать свой доклад и вот такие вот и ты этим занимаешься целый день с шести утра со времени подъема до десяти вечера это время отбоя когда ты укладываешь и спать когда ты не читаешь доклад тебя например заставляют заправлять кровать днем все кровати должны быть заправлены и должны быть заправлены правильно по эталону вокруг матраса должен быть кантик то есть все должно быть четко как прописано в инструкции тебя учат делать не валите показывают заправлять кровать ты и заправляешь до тех пор пока не сделаешь это аккуратно а дальше ты это начинаешь делать на время за 40 секунд заправить кровать и вот все весь отряд весь карантинный отряд дружно целую часть заправлять кровати то есть и вот эта бессмысленная деятельность унизительная деятельность продолжается из изо дня в день две недели пока ты находишься в этом карантине насколько психологически сложно было вот жить в таком ритме ну конечно очень сложно вот когда ты находишься в изоляторе то есть в обыденном понимании в тюрьме да да ты в камере вокруг тебя стены решетки но на самом деле свобода больше в колонии где ты все увидишь все-таки над собой синее небо потому что в камере ты принципе сам решает что-то делаешь ты можешь читать ты можешь писать письма ты можешь смотреть телевизор в колонии этого нельзя твоя вот каждая минута подчинена вот этому отупляющему режиму ну конечно для человека непривычного это очень тяжело то есть конечно мысль ты слышишь до рассказа о колонии другие осужденные которые там бывали могут там тебя на этапе в суде рассказать да вот что в колонии творится но рассказа конечно не передают того как в реальности выглядят что ты чувствуешь когда вот это все на собственной скуре в шкуре испытываешь конечно это очень психологически тяжело были ли какие-то случаи за это время то есть что вы помните за этот промежуток ну я помню что во первых многим людям просто становилось плохо потому что когда-то целый день вот занимаешься вот это вот 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 этой вот этими действиями до бессмысленными да хорошо ты молодой человек это да это как ты можешь выдержать а если ты старый человек там люди совершенно разного возраста попадают в колонию а требования ко всем одни то есть многих отекали ноги они просто не могли стоять и они до последнего заставляли вот выполнять все эти упражнения но потом когда они уже совсем уже падали им разрешали там посидеть чуть-чуть на скамейке то есть многих приходилось просто отвозить медсанчасть причем это не делалось до последнего момента то есть изначально считается что осужденный он врет он симулирует вот он говорит что у него что-то болеть не надо ему верить в этом просто хочет уйти от вот этой муштры который там применяется то есть конечно это было тяжело наблюдать когда вот взрослые взрослые такие мужики вынуждены заниматься вот таким унизительным таким унизительными вещами было очень тяжело соответственно в карантине нельзя разговаривать то есть тебе запрещают говорить с другими осужденными это тоже конечно неприятно причем вот этот этот запрет не получается каким-то образом обойти то есть даже ночью если начни начнешь шептаться там со своим соседом по кровати тебя прервут потому что даже ночью ты под контролем вот этих осужденных дневальных есть специальный ночной дневальный который не спит который ходит по помещению отряда контролирует что ты делаешь то есть это совершенно как то ненормально и неправильно вот жить в таких условиях и тем не менее ты вынужден жить достаточно долго вот в таком состоянии и никакого свободного времени на это время вот не дается да и совершенно верно то есть и вот постоянно занят этой вот этими режимами мероприятий еще много времени отнимает проверка проверка это тоже предусмотренные правила внутреннего распорядка мероприятия отряд состоит шеренгами на улице ждет пока не придет сотрудник и не сделать переключку то есть назовет его имя то должен откликнуться то есть проверяется что ты на месте эти проверки могут проходить больше часа ты стоишь такой вот неподвижности два раза в день руки тоже у тебя должны быть за спиной ты сохраняешь неподвижность это тоже очень сильно физически выматывает конечно куда потом заключенные попадает через две недели до через две недели не попадает так называемый барак усиленного режима то есть когда я был в колонии номер два это был отряд номер пять это тоже сектор усиленного контроля а то есть вот ты знаешь что у тебя две недели карантина и когда эти две недели уже начинают истекать все начинают расслабляться все думают ну ладно вот я пережил эти две недели я прошел этот обряд инициации да скажем так дальше будет легче ну и тебе говорят что в принципе да вот ты вот это все пройдешь ты все научишься хорошо дальше дальше будет в колонии проще это обман сразу после карантина ты идешь попадаешь в этот барак и сразу начинается тебя заводят туда и тебя встречает опять вот эти осужденные дневальные которые сотрудничают администрации козлы как их называют еще по-другому они заставляют тебя раздеваться снова они родятся в твоих вещах то есть опять вот эта процедура досмотра которая на самом деле по закону должна проводиться с сотрудниками администрации проводят в отношении тебя вот эти другие осужденные дневальные они на тебя кричат они на тебя ругаются матом они опять заставляют делать унизительную процедуру и ты опять попадаешь вот в эти очень системные условия опять нет свободного времени весь твой день тоже расписан может быть меньше муштры но при этом все равно тебе не дают не читать не писать письма у тебя практически не свободного времени вот мне наверно позволяли наверное полчаса действительно в день писать потому что ко мне пришли письма но практически сразу как только попал в колонию то есть и достаточно быстро мне передали поэтому вот мне разрешалось в присутствии другого дневального вот в течение получаса сесть за столик и под его контролем что там тоже там что-то написать то есть в этом бараке усиленного режима достаточно тяжело вот например как мы выходим в столовую в карантине мы ели в отряде тут мы все-таки уже выходим в лагерь в общий лагерь при этом когда мы идем в столовую мы должны опустить голову руки у нас позади находятся мы идем строим шеренгой и нас постоянно подгоняют эти дневальные говорят там сомкнитесь гады идите быстрее то есть и под эти вот охрики мы идем столовую мы садимся за стол в этой столовой и опять же под их охрики начинаем есть это совершенно неприятная процедура есть просто не хочется когда на тобой стоят такие люди кричат на тебя чтобы ты быстрее ел обзывают всякими неприятными словами и то есть это очень неприятно таких моментов там очень много запрет на молчание он сохраняется то есть осужденным и в бараке усиленного режима нельзя разговаривать а в колонии можно уже говорить смотря кому мне было нельзя точнее не то что мне было нельзя другим осужденным запретили со мной говорить то есть после барака усиленного режима я там провел две недели хотя на самом деле там можно проект провести сколь угодно длительное время то есть это уже нахождение в нем определяется уже не законом не уголовно исполнительным кодексом а желанием сотрудников администрации сколько они захотят столько ты там и пробудешь то есть я знал человека который там был больше года в этом бараке усиленного режима ну я мне меня там оставили только на две недели и я попал в отряд он имел номер шесть и там были в основном заключенные у которых были проблемы со здоровьем из-за этого они не работали у меня проблемы со здоровьем не было но тем не менее меня поместили вот в этот отряд и там я сразу тоже столкнулся с тем что как бы запрета на прямого на общение нету но никто ко мне не подходит не здоровается и спрашивает кто я такой какая у меня статья ну это как бы обычно среди заключенных вот ты приходишь например в камеру все сразу интересуются почему здесь оказался за что это как бы обычный такой обычное любопытство тут такого не было вот в такой изоляции в таком заговоре молчания находился большую часть его заключения в колонии кто такие дневальные как они ими становятся и чем их привилегия перед другими заключенными дневальная такая особая категория осужденных которые сотрудничают с администрацией и через которых как раз администрация устанавливать вот этот вот тот режим которой я вам писал то есть именно руками дневальные все происходит не сотрудники там тебя требуют заставляют заставляли заправлять кровать не сотрудник тебя заставляет учить например в списке оргштатную численность личного состава, сектору сильного контроля, то, что приходилось учить в карантине. Это делают другие заключенные. Становится по-разному. Из моих наблюдений в основном почему-то выбирают людей, которые прошли военную службу. Но может быть не именно потому, что они привыкли к дисциплине, они привыкли, как бы могут ее насаждать. То есть в колонии хотят, чтобы заключенный был дисциплинирован, чтобы он не мог сделать шаг лево, шаг право. И может быть для этого люди, которые прошли военную службу, для них самые удобные. Почему они туда идут? Ну, по разным причинам. Во-первых, им дают какие-то послабления. То есть обычно осужденные, например, моются один раз в неделю в душе. Дневальные могут мыться хоть каждый день. Для них есть в самом отряде душ специальный. То есть у них могут быть дополнительные посылки дополнительной передачи. Они могут ходить на кухню, есть то, что им передали родные, продукты питальные, когда они захотят. Они не могут не держать руки за спиной, когда ходят по колонии, по территории колонии. Другие осужденные обязаны держать руки за спиной и ходить строем. Невальным это не нужно. Ну и главное, наверное, чем их завлекает администрация, это тем, что она им обещает условно-досрочное освобождение. Они реально его получают? Да, насколько я знаю, да. Например, за день домового освобождения 10 или 15 человек освободились условно-досрочно, и большая часть из них были как раз дневальные козлы. Пытки. Были ли в колонии пытки? Что об этом известно? Что делают дневальные? Лично ко мне физическое насилие не применялось. Но я знаю, что в отношении других осужденных используются методы физического воздействия. Самый распространенный метод человек заставляет ложиться на пол, ноги кверху, он снимает обувь, и ему бьют по пяткам. То есть это очень распространенный метод наказания. Вот сейчас ты видишь, когда стоишь на проверках, например, мимо тебя проходят другие осужденные, например, в столовую, и многие из них хромают. Понятно, почему это происходит. То есть просто им потому, что отбили пятки. А за что наказывали? Ну, за разные правительности могут наказать, например, за какое-то нарушение правил внутреннего распорядка, то есть за то, что ты неаккуратно выглядишь, за то, что ты что-то неправильно сделал. То есть многие заключенные, они работают и на промзоне, и работают, например, в самой колонии. Они работают в столовой, они работают в котельной, они работают сантехниками, то есть именно за какие-то провинности, может быть, по работе их тоже наказывают. Но так как я был как бы в изоляции, я почти не наблюдал этого наказания. То есть меня старались изолировать от лицезрения вот таких вот моментов. Но я видел до пару раз, когда человека действительно так били, но его били за то, что он украл сигарету у другого осужденного. То есть он действительно совершил такой проступок. Ну, естественно, за такой проступок бить нельзя. То есть на самом деле за такой проступок он предусмотрен у нас взысканием. Это как раз тот механизм, который служит для предотвращения такой ситуации. Но с обычными заключенными администрации нет церемоний, она их просто, ей проще их побить, чем дать им дисциплинарный выговор. Вот именно дисциплинарные выговоры, это как раз тот инструмент, который они применяли в отношении меня, когда они решили вот таким способом усложнить мою жизнь в колонии. А что послужило? Зачем они это сделали? Ну, как минимум, во-первых, для того, чтобы я не вышел условно-досрочно. Потому что любой дисциплинарный выговор, он фактически ставит крест на условно-досрочное освобождение. Суд, он смотрит фактически то, что ты делал в колонии, твои поощрения, твои заслуги. И если он видит, что у тебя есть хотя бы одно взыскание, то вот как раз наказание за дисциплинарный проступок, он вряд ли тебя отпустит раньше срока. Тебе придется досидеть до конца. Вот, например, у меня была первая история, когда я получил взыскание, это из-за того, что другой осужденный одолжил мне свои перчатки. То есть у меня, когда я приехал в колонию, мне отняли мои перчатки, мне их не дали, а была зима ноября 2019 года. А как я говорил, приходилось много находиться на открытом воздухе, то есть у меня просто руки замерзали. Другой осужденный дал мне перчатки, за это поплатился. Ему дали выговор, он не вышел условно-досрочно, и мне дали выговор. То есть просто на пустом месте за человечный поступок другой осужденный поплатился. И как бы тут был даже такой двойной момент, мне оперативник после этого сказал, Котов, а как ты теперь будешь смотреть в глаза этому человеку? То есть вот такой двойной, двойная была подоплека, такое еще психологическое давление на меня было вот через этот выговор сделано. Потом я их получал тоже неоднократно за всякие разные вещи, за то, что у меня не была застегнута верхняя пуговица, за то, что я не поздоровался с сотрудниками. То есть это просто очень распространенный способ как раз не дать осужденному выйти условно-досрочно. И если у тебя несколько выговоров, ты можешь оказаться в штрафном изоляторе. То есть у меня тоже такой был случай, я попал в штрафной изолятор на 10 суток. А это тоже достаточно непростые условия нахождения в этой колонии. Можете рассказать, как выглядит ШИЗО, как вы вообще его пережили? Ну, ШИЗО – это фактически та же камера. То есть, вот, например, я сидел когда в изоляторе, там тоже все сидят в камерах. Это одиночная камера. Я сидел в камере, где максимум могли находиться два человека. Там был, соответственно, туалет, дырка в полу. Две видеокамеры, которые следили за каждым моим шагом, в том числе, даже камера была над туалетом. Я совершенно там не мог нигде скрыться. Кровать, которая пристегивается днем к стенке. То есть там нельзя, естественно, ни сидеть, ни лежать. Узкая скамеечка, на которой можно, да, присесть. И столик, где там можно положить книжку и где можно поесть. То есть все. Больше в этой камере ничего не было. И ты постоянно там находишься. То есть в колонии ты куда-то выходишь. Тебя могут вывезти в... Ты выходишь на завтрак, на обед, на ужин. Тебя вводит медсанчасть. В страфном изоляторе ты находишься постоянно. То есть ты в этом помещении. Ну, единственное, что у тебя есть полчаса на прогулке. Каждый день тебя вводят. Тебе не дают ни передачки. Тебе не дают выйти в магазин через день, где можно что-то купить. Тебе не дают курить. Ну, в моем случае это было неактуально, потому что я вообще не курю. То есть и в таких достаточно непростых условиях ты находишься, ну, 15 суток максимум. Я находился 10 суток. Но на самом деле, если честно, для меня нахождение там даже было проще, чем жить в колонии. Потому что там я все-таки не ощущал этого постоянного прессинга. Когда ты находишься в отряде, ты... Ну, тебе тяжело. Ты чувствуешь вот это постоянное давление на тебя, потому что, ну, другие осужденные с тобой не разговаривают. Ты вынужден выполнять вот эти всеми режимные мероприятия постоянно. В ШИЗО ты этого лишен. Ты можешь, в принципе, целый день читать там книгу. В принципе, это даже там облегчало жизнь. Мне ШИЗО понравилось больше даже, чем жизнь в колонии. Насколько вообще можно своим, ну, не то что своим делом, обучением, чтением заниматься в колонии? Или там тоже очень жестко по времени, по контролю? Практически нельзя. Вот, как я говорил, в карантине у тебя вообще не из личного времени. В бараке усиленного режима мне давалось полчаса личного времени. Потом в отряде номер 6, в основном отряде, где я находился, мне уже давали час-полтора часа каждый день, когда я действительно мог заняться тем, чем я хотел. Я хотел написать письмо, прочитать письмо, которое мне приходит, почитать книжку. Конечно, мне этого времени совершенно не хватало. То есть мне приходило достаточно много писем, могло прийти 10-15 посланий. Просто не было возможности на все на них ответить, а очень хотелось. А что заставляли делать? Аж кровати перестилать? Смотреть телевизор. Большую часть времени, да, именно занимала просмотр телевизора. Каждый день ты смотрел видео-лекцию, где какой-то сотрудник рассказывал о правилах внутреннего распорядка, рассказывал про статьи Уголовного кодекса. Были лекции про терроризм, как это плохо, про экстремизм. Были какие-то исторические лекции про Первую мировую войну, про Ленина, которого привезли в пломбированном вагоне. То есть такой низкого качества, низкого пошиба какой-то материал. Дальше мы смотрели федеральные каналы новости. Мы смотрели музыкальные каналы. Ну, большую часть времени, наверное. Именно в колонии я впервые за многие годы увидел нашу российскую современную эстраду. Конечно, на воле я столько телевизора никогда не смотрел. Смотрели обычные фильмы. Там даже были картины, только что вышедшие в прокат на российские экраны. Тут можно было посмотреть пиратский фильм. Конечно, ну, это хоть чуть-чуть разнообразило, разноображивало вот эту жизнь в этой колонии. Ну, конечно, ненамного. По интернету, что ли, скачивали? Как я понимаю, да. То есть каким-то образом эти фильмы скачивали по интернету. И их можно было... Там была специальная система, то есть все бараки были подключены вот к единому источнику, с которого можно было просматривать вот это видео, в том числе и фильмы. А какой вообще был контингент людей? Кто там сидит? Контингент совершенно разный. Там много москвичей, потому что это колония поблизости от Москвы. Туда попадает много людей, которые живут в Москве. Разные люди. Например, ну да, много людей, сидящих за наркотики. За хранение, за употребление, за сбыт. Но не только. Есть люди, которые попали в мошеннической статье. Это в основном предприниматели. Есть люди, даже связанные с политикой. То есть я, например, сидел с человеком, который был депутатом законодательного собрания Удмуртской области. Он находился со мной в одном отряде. Я сидел с бизнесменом из Владимирской области. То есть с людьми такого высокого социального статуса. Но в том числе я сидел с обычными простыми людьми, в том числе из Владимира, из окрестных сел, поселков. В основном, конечно, у них статьи связаны с кражами, с причинением тяжкого вреда здоровью, которые даже иногда заканчивались убийством. Я сидел с человеком, который получил 6,5 лет, который сидел в моей колонии многие годы, который застал все. То есть изначально Покровская колония была черной, на самом деле, в ней было все. В ней были сотовые телефоны, в ней было послабление для осужденных, в ней было все что угодно. Потом ее перекрасили. Пришло новое руководство, начались жестокости, начались даже убийства и пытки. Ну, потом, в 2019 году все-таки все стало несколько попроще, сменилось опять руководство. Таких уже серьезных пыток не стало, убийств тоже, но, тем не менее, вот это давление, о котором я вам рассказываю, оно сохранилось. То есть вот этот человек застал все. Как дела обстояли со свиданиями? Давали ли вам свидания с семьей, с кем-нибудь из разных и у остальных заключенных? Кратковременные свидания положены каждые два месяца. То есть к тебе могут приехать твои родные, тебя заводят в такую длинную комнату, где, наверное, 5 или 6 мест, разделенные напополам перегородкой прозрачной. И ты можешь через эту перегородку разговаривать с своими родными, близкими людьми. Ко мне папа и теща приехали практически сразу, то есть, наверное, на вторую неделю нахождения в колонии. То есть в этом плане мне препятствий никаких для встречи с ним не чинили. Но кроме краткосрочных свиданий есть еще и длительные, когда ты можешь до трех суток быть вместе с родными в одной комнате. То есть тебя проводят в отдельную комнату, там есть спальня, там есть общая кухня. И ты можешь там находиться вот вблизи, именно общаться с ними в течение трех суток. Вот это свидание мне не дали. Я как раз хотел увидеться с женой. Мы с ней поженились, когда я был в заключении. Я после свадьбы так ее нормально и не мог обнять, потому что свадьба у нас прошла в течение пяти минут. Это произошло в матросском изоляторе в Москве. Я просил, чтобы мне разрешили длительное свидание с ней. Мне так его не дали. Они сослались на то, что мое заявление было написано на бланке неустановленного образца. Все. А остальным давали свидание? Просто я слышала, что вообще плохо с длительным свиданием в этой колонии. Любое требование осужденного в этой колонии, оно согласовывается. Если администрация не захочет, оно тебе просто не завизирует то заявление, которое ты ему написал. На длительное свидание нужно заявление. Даже не простое заявление, тебе дают специальный бланк. Тебе просто его не дадут, если администрация не захочет этого. Да, я видел, что длительное свидание это достаточно такая регламентированная штука. Несмотря на то, что они положены по закону, их дают в первую очередь как раз вот с этим козлам, не вальным. Потому что они сотрудничают с администрацией. А обычным осужденным, но их давали не всегда. То есть для этого надо было действительно постараться договориться с сотрудниками, чтобы они тебе дали возможность увидеть со своими родными. Например, телевизор купить. Я не знаю. Что нужно было сделать за свидание? Ну, я вот это не видел. Но рассказы про то, что другие осужденные делают ремонт в бараках, покупают телевизор. Да, я про это слышал. Это используется как метод, например, чтобы выйти условно-нодосрочно. Да, можно, например, устроить ремонт в помещении, и тебе, возможно, дадут условно-нодосрочно освободиться. Какая-то работа в колонии была? Да, там есть две промышленные зоны, есть деревообработка, швейное производство, но, например, меня так туда не отправили. Хотя, в принципе, как я понимаю, уголовно-нодосрочно-нодоск говорит о том, что заключенные должны работать, если они имеют на это возможность. То есть меня решили держать под таким усиленным контролем в отряде, где никто не работал. Но да, люди там работали. Из того, что я слышал, работа достаточно тяжелая, монотонная. Ты встаешь утром и целый день находишься в этой промке. Приходишь и сразу ложишься спать. То есть у тебя тоже совершенно нет личного времени, нет времени отдохнуть. И еще из того, что я слышал, что там тоже часто нарушают право людей. Все они просто не заключают трудовой договор. Ты работаешь, а тебе не платят за эту зарплату. Откуда эти деньги уходят, непонятно. Ну, на самом деле, по поводу рук с бас за спину, да, ты от этого достаточно быстро отучаешься. Но, конечно, очень непривычно первые дни на свободе. Непривычно то, что ты можешь делать то, что ты хочешь. Потому что в этой колонии это нельзя. Все твои действия, они идут не от твоей воли, они идут от того, что хочет администрация. Конечно, это непросто. И принять свободу действительно тяжело. И до сих пор ты ощущаешь какую-то, не знаю, тревогу, беспокойство. Да, я вот ловлю себя на мысли, что до сих пор вспоминаю о том, что там творилось. И, конечно, эти воспоминания не доставляют мне большой радости. Но я, конечно, стараюсь сживать их. Даже путем рассказа о том, что со мной творилось. Я думаю, что это тоже мне помогает каким-то образом пережить этот опыт. Не забыть это. Насколько я знаю, да, многие осужденные, которые освобождаются, они пытаются как раз это забыть. Они думают, что с ним произошло это плохое. Лучше вытеснить это и об этом не вспоминать. Я думаю, что это неправильно. Нужно об этом помнить и попытаться каким-то образом это изменить. То есть для того, чтобы то, что произошло с тобой, не произошло с другими людьми. То есть надо об этом говорить, надо об этом общаться. Использовать любые механизмы для того, чтобы исправить эту ситуацию. Даже подать тот же самый иск в суд с жалобой на условия содержания. Сделать хотя бы это. Хотя мы понимаем, что в Российской Федерации перспектив у тебя мало. Но тем не менее, ты можешь дойти, например, до ЕСПЧ. Поэтому я тоже пытаюсь найти осужденных, которые тоже были в этой колонии. И пытаюсь их убедить в том, чтобы они все-таки рассказали о том, что там творилось. Чтобы они хотя бы подали жалобы на жестокое обращение с ними. Да, я хочу подать жалобу на условия содержания в этой колонии. Я там планирую подробно описать все, что там со мной происходило. Я считаю, что это важно и необходимо. Естественно, я выйду с ней в суд и попытаюсь каким-то образом добиться справедливости. Конечно, вряд ли я привлеку к ответственности этих сотрудников. То есть максимум, что мне отдадут, может быть, какую-то небольшую сумму. Но хотя бы я публично об этом еще расскажу. Вы помните, когда вы вышли из колонии, что вы первое сделали? Не знаю, съели, увидели. Первое я увидел ребят, которые меня там встречали. Я вышел в 6 утра. То есть меня выгнали из колонии прям с криком петуха. Они не хотели, чтобы там кто-то у колонии столпился, чтобы меня встречали. Но тем не менее, они меня встретили. И эти ребята подарили мне вот эту толстовку, которая сейчас на мне. Я ее постоянно ношу. Она очень удобная и как раз и очень такая символичная, скажем так. То есть я увидел впервые этих ребят. Они меня обняли. Это было очень здорово. А потом я увидел свою жену, и я тоже смог наконец впервые ее обнять. Мне не дали длительное свидание, поэтому я ее смог обнять только в конце срока. Это было здорово и приятно. Редактор субтитров А.Семкин